Всем привет, на связи IT District и сегодня у нас познавательное техничное видео, которое будет полезно очень многим. Меня просто закидали сообщениями в соцсетях с просьбой рассказать о том, как создать мультиязычный сайт. То есть, если ваш бизнес рассчитан не на одну страну, а на весь мир, и для вас очень важно показывать свой контент на сайте в интерпретации на несколько языков. Например, основной язык у вас русский, да, но вы хотите отображать также контент свой на английском языке, на французском, на немецком, а переводить вручную очень мудрно, и это нереально, это просто очень сложно. И всем очень многие просили меня рассказать о том, какие есть инструменты для автоматического перевода сайта на различные языки. Но проблема с переводом заключалась в том, что да, вы можете его перевести, существовало очень много плагинов, но вопрос с SEO-продвижением оставался открытым. Ведь кто даст вам гарантию, что все метаданные, все SEO-ключи, вся SEO-информация будет переведена также на соответствующий язык? Ведь представьте, допустим, у вас все основной язык русский, все метаданные размещены, ну, представлены на русском языке, да. Как бы, представьте себе, какая глупая ситуация получится, если при контенте на английском языке все метаданные останутся на русском языке. Это приведет к тому, что ваш сайт не продвинется, и это все будет сделано бессмысленно. Поэтому очень важно было найти такое решение, которое позволило бы вам очень эффективно производить переводы, не просто контента, а и всех метаданных, всей SEO-информации. И вот такое решение появилось. И в этом видео я вам расскажу об этом решении. Я представляю вашему вниманию плагин Convoyethys. Этот плагин позволяет перевести весь ваш контент на несколько языков, и не просто перевести контент, но и перевести все метаданные и всю SEO-информацию. Причем, этот плагин имеет очень легкую настройку и очень динамичное отображение. Вы можете отобразить виджет выбора языка как в фиксированном виде, то есть он будет в определенном углу сайта размещен, и при прокрутке будет также оставаться. Вы можете разместить данный виджет в навигационном меню, и вы можете разместить также данный виджет в сайт-баре. Поэтому это очень классный плагин. Ссылка на сайт с описанием плагина будет в описании под видео. И как вы уже догадались, в сегодняшнем видео я вас познакомлю с этим плагином, покажу как его установить, как его подключить, как его настроить, и что самое главное, я покажу его работу в действии. Итак, мы начинаем. Для установки этого плагина мы переходим в плагины, добавить новый. В области поиска плагина вводим Conway This. Вот он, этот плагин. У него такая аватарка. Кликаем установить, а затем активировать. После этого у нас появится в консоли редактирования вот такая вкладка. Давайте кликнем по ней. Чтобы воспользоваться данным плагином, нам нужно получить IP-ключ. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте в системе. То есть, кликаем вот по этой ссылке, открывается значит сайт. Здесь мы вводим свой email, имя, создаем пароль, повторяем пароль. Далее вот здесь нужно в раскрывающемся списке выбрать для информации, откуда вы узнали о данном плагине. Допустим, YouTube мы поставим. И здесь мы соглашаемся с условиями использования данного плагина. И здесь также галочку устанавливаем. В этих как бы радиокнопках на дочекбоксе, скорее всего, вид имеют радиокнопок. И кликаем по кнопке регистрация. Тут сообщается, что к нам на email отправили письмо. Вот оно, это письмо. Я захожу сюда. И нас просят кликнуть по этой кнопке для активации аккаунта. Мы кликаем по кнопке. Далее нас просят выбрать план использования. То есть, есть бесплатный, есть платный, бесплатный один язык. Ну, там по языкам вы посмотрите. Вот посмотрите, тут в принципе понятно все представлено по всем опциям. Что идет в платной версии, что идет в бесплатной версии. Я выбираю бесплатный план. Затем кликаю вот по этой кнопке. И затем кликаю вот по этой кнопке для перейти хода в консоль управления данным плагином. Вот тут, посмотрите, нам данный сервис, он сгенерировал IP-ключ. Нам нужно его скопировать. Вот для этого кликаем вот сюда. Окей, скопировано. Затем возвращаемся на наш сайт. И сюда, в это поле вводе, вставляем наш скопированный ключ. Далее здесь нам нужно выбрать в первом поле родной язык нашего сайта. Допустим, мы выберем сейчас русский язык. Мы выберем сейчас русский язык. И нужно выбрать во втором, вот этом раскрывающемся списке, на какие языки мы хотим переводить. Я выберу английский. Можно сразу несколько выбрать, но как вы помните, в нашем бесплатном плане там возможен только один язык. И поэтому перевод будет переходить на один язык. Но если у вас другие платные, вы платные подключения используете, то можете выбрать сколько угодно языков. И вот такая вот кнопка у нас будет отображаться. И в подтверждении моих слов, вот пожалуйста, здесь об этом и говорится. Далее нам нужно открыть более детальные настройки. Вот кликаем сюда show more options. В общем, вот эта первая опция позволяет автоматически перенаправлять пользователей на страницы, у которых настроен язык в соответствии с тем языком, который настроен у пользователей в браузере. То есть, получается, плагин считывает настройки браузера, определяет, какой язык настроен у браузера у клиента, у вашего клиента и перенаправляет на соответствующую страницу с соответствующим языком. Но эта опция доступна только в платных версиях. То есть, если у вас есть платная версия, то вы можете здесь установить yes, но как оно по умолчанию установлено, и будет производиться данная, и данный функционал будет работать. Далее, вот здесь с помощью этой опции можно спрятать, я так понимаю, логотип разработчиков этого плагина, то есть логотип плагина данного. Но это также опция, это также, эта опция также включается, если вы используете платное подключение. Поэтому имеет смысл, наверное, если вам очень понравится этот плагин, подключить именно платный пакет. Значит, здесь две вот эти опции, одна опция позволяет, я так понимаю, переводить какие-то исходники на соответствующий язык, устанавливаете yes. А это позволяет переводить PDF файлы на соответствующий язык. С самим также yes. Дальше идет блок SEO. Посмотрите, у этого плагина есть очень шикарная опция, которая позволяет не просто перевести ваш контент на английский язык, а также ваши все SEO настройки, все ключевые слова, теги, описания. Этот плагин автоматически переводит все ваши метатеги, все SEO ключи, все, что связано с SEO оптимизацией на соответствующий язык. Это очень крутая опция и решает проблему, которая существовала до этого. А проблема заключалась в том, что если вы создаете многоязычный сайт и создаете его на автомате, то могут возникнуть проблемы с оптимизацией продвижения данного сайта на определенной языковой платформе. То есть в одной стране, где один язык, у вас, допустим, основной, установлен, и все ключи прописаны на этом языке, происходит автоматическое, происходит прекрасное продвижение. А на одном из дополнительных языков может быть очень плохая оптимизация. Так вот, этот функционал позволяет решить эту проблему. Далее идет следующий блок. В общем, вот эта опция включает возможность отображения на сайте выбора определенных языков. У вас должен быть включен этот чекбокс. Далее, эта опция позволяет отобразить выбор языков в навигационном меню. К этому мы вернемся чуть попозже. Далее, вот эта опция позволяет настроить внешний вид флага страны с языком. Смотрите, для этого нужно выбрать одну из радиокнопок. Можем выбрать такой вариант. Такой вариант. Круглый, да? То есть такой вариант. Без языка. Без флага. И такой вариант. Мне кажется, вот такой вариант самый лучший. Эта опция позволяет отображать название языка. Отображать текст. Второй вариант. Сокращенный. И третий вариант. Убрать текст. Ну, также первый вариант, мне кажется, более предпочительный. Вот эта опция позиция позволяет фиксировать область выбора языка при прокрутке сайта. И позволяет настроить, где отображать выбор языка. Сверху, снизу, слева, справа. Сейчас настроен нижний правый угол. Ну, в принципе, это, наверное, самый оптимальный вариант. С помощью вот этого свитча вы сможете настроить отступы по горизонтали и по вертикали для вот этого виджета с выбором языков. Вот и очень интересная опция. У каждого языка есть свой флаг, да, но вы можете, допустим, изменить этот флаг на другой. Выбираем, смотрите, здесь английский, да, допустим. И выбираем для него, допустим, вот такой флаг. Ну, вы так вот можете полазить, посмотреть, в принципе, в настройках поковыряться. Ну, это не прям важная опция, но все же это очень хорошо, что такой функционал тут также имеется. А вот в этой области вы можете вставить URL, то есть адреса тех страниц, которые хотите исключить из перевода. Просто вставляете ссылки. Ну, вот так выглядит панель настроек данного плагина. Мы все настроили. Теперь кликаем «Сохранить изменения». Итак, мы сохранили изменения все, но я сделал сейчас чуть-чуть по-другому. Мой этот сайт, на котором я буду вам показывать, как происходит перевод текста, он был изначально сделан на английском языке. Его родной язык английский. Все настройки были на английском языке. Поэтому целесообразно будет, если я основным языком, сделаем все, ну, как бы не по-обычному, выберу английский, а дополнительным сделаю русский. Вот так. И для того, чтобы отлично отображать кнопку, я ее все-таки размещу сверху в правом углу. Вот так. То есть я выбираю «Вверх» и «Правый угол». Пускаемся вниз, сохраняем изменения. Давайте я сейчас перейду на страницы. У меня есть специально заготовленная для вас страница. Вот «Пейдж». Давайте кликнем «Перейти», «Вью». Видите, название на английском и текст на английском. Кнопка у нас наверху. Я просто для примера показываю, чтобы наверх разместил, чтобы она была видна вам. Если бы я делал бы сайт с этим переводчиком, я бы ее разместил в правом нижнем углу. Выбираем английский, меняем на русский. Происходит обновление страницы. И пожалуйста, страница и описание. Теперь есть еще такой один нюанс. Переходим в консоль. И переходим в настройки нашего плагина. Используется в этом плагине, как и во всем других плагинах, используется машинный перевод и не всегда перевод корректный. Если вы хотите подкорректировать этот перевод, кликаете в настройках плагина, кликаете вот сюда «Редактировать мои переводы». В «Мои переводы» переходим. И отображаются все ваши переводы. Давайте я зайду в этот наш перевод. Вот в этот. «Редактировать». И тут показываются все слова, которые были переведены. Виджеты, 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 виджеты. Видите? И вы можете посмотреть слова какие-то, на те слова, с которыми вы не согласны, с его переводом. Видите? «Пэйдж. Страницы». Переходим в «Кастом». Не «Страницы», допустим, я хочу, а чтобы «Страница» была. «Страница». Вот. Возвращаемся на сайт. «Страницы». Вот моя «Страница». Переходим. Также «Пэйдж». Меняем язык. Видите? Сразу «Страница» начала переводиться как «Страница». То есть мы подредактировали слово, с которым не были согласны. Теперь давайте мы поговорим о вариантах размещения этого виджета для перевода страниц на различные языки. Приходим в «Консоль редактирования». Внешний вид. «Виджеты». Сейчас мы разместим данный виджет в сайт баре. Для этого находим виджет «HTML». Этот виджет и отправляем его в этот наш сайт бар. Для примера давайте введем любой текст вот такой вот сюда, чтобы поймать наш виджет в сайт баре. Переходим сюда, в самый низ. Вот он. Кликаем правой кнопкой мыши «Инспектировать элемент». То есть нам нужно получить его ID. То есть индивидуальный идентификатор. Давайте в самый низ прокрутимся. Вот он, наш виджет. Вот он выделился. Но нам нужен ID. Чуть выше подход. Проводим. Вот он. «Кастом», нижнее подчеркивание, «HTML2». Теперь возвращаемся в «Консоль редактирования». Переходим в наш плагин. «Опции» открываем. Итак, мы перешли в настройки нашего плагина и там, где мы настраивали прилепленность. Видите, переходим на кастомный вариант отображения. Нам нужно ставить индивидуальный идентификатор нашего виджета в сайт баре. «2». И сохраняем изменения. Теперь давайте еще перейдем в виджет. Найдем этот наш виджет. Мы помните, что тут вставляли текст. Ну, наиболее, для того, чтобы найти данный виджет. Удаляем весь текст. Сохраняем изменения. Давайте, чтобы мы его быстро нашли, на самый верх. Отправим. Так, и переходим на сайт. Вот, пожалуйста, наша кнопка отобразилась. Теперь давайте добавим данный виджет в навигационное меню. Для этого давайте перейдем в меню. Во-первых, давайте выберем не боковое меню, а главное меню. Выбираем. Внизу есть вкладка с названием плагина. Открываем эту вкладку. И нужно выбрать языки, которые мы хотим добавить в наше меню. Так как у нас английский и базовый язык. Ну, можно два добавить. Но я добавлю один русский язык. И добавляю в меню. Все. Сохраняем. И переходим на сайт. Пожалуйста. Пожалуйста. Данный виджет появился у нас в навигационном меню. Также можно было не переходить прямо в это меню сразу. А если у вас сложности с поиском этого навигационного меню, то во вкладке плагина есть в доп. настройках. Есть специальная ссылка для настройки навигационного меню. Зайдите вот сюда. И он у вас автоматически отправит вот сюда. По настройке плагина это все. Как вы видите, он довольно легко настраивается. Отлично функционирует. Но если вы хотите, у вас серьезный проект. И вы хотите полностью сделать мультиязычный сайт. То я крайне рекомендую вам приобрести платную версию. Если для вас проблема перевода. Если для вас существует проблема перевода на различные языки. То есть перед вами стоит проблема создания мультиязычного сайта. То этот плагин вам замечательно подходит. И он вам поможет. Вот такой вот полезный плагин я недавно нашел. Кстати, был очень удивлен от наличия данного решения. Почему я решил сделать это видео. Это все просто. Просто меня замучили этим вопросом с мультиязычным сайтом. Как сделать. Я устал людям просто объяснять, что проблема оставалась с SEO. по продвижениям. И вот эта проблема была решена. И также была проблема еще некорректного перевода. И эта проблема здесь также была решена. Поэтому меня замучили этим вопросом. Я просто решил снять это техническое видео. А на сегодня у меня все. С вами был IT District. До встречи на волнах наших эфиров.